привет мои дорогие всем здравствуйте сегодня мы нарисуем с вами дуб большой красивый могучий дуб посмотрите пожалуйста что вам предстоит нарисовать вот такая красотень ну что займемся творчеством значит карандаш в руки и первое действие как всегда по традиции 1 и 2 разделили после этого мы займемся стволом у нас ствол будет находиться в этой части вот эту часть нижнюю мы сначала разделим нарисуем что линия земли вот так куда прям целиком вот этот ствол практически весь здесь находится вот смотрите что я сейчас буду делать он у широкий от этой линии сторону отступаем и рисуем вот такую линию 1 и с другой стороны тоже вот так расклешили мы тогда юбочку такую сделали внизу можно вот такие вот корни указать вот и идем наверх вот сюда мы рисуем вот такую ветку вот мы сейчас эту веточку рисуем и в эту сторону тоже нарисовали теперь тут же еще рядышком и наверх рядышком промежуток вот такая вот закругленная линия и дальше идем вот у нас веточки да вот мы с вами их и сделали ветки верхние чуть-чуть выходит вот за эту линию чуть-чуть ну все теперь крона смотрите какая могучая красивая крона у нас здесь есть еще птички обратите внимание красивые летают это тоже по желанию все красите теперь центральная часть начнем с нижней части посмотрите что мы делаем на сначала вот в этой области нужно нарисовать листву здесь как облака волнистые ломанные линии не бойтесь их рисовать только не зигзаг делайте да не такие зубчики а волнистые красивые линии посмотрите да как у нас получается вот здесь мы нарисовали теперь под этой кроной еще вот так вот нарисуем следующее действие сюда переходим по центру мы делаем вот отсюда вот от этой нашей листвы мы рисуем вот такую вот линию вот я все произвольно делаю теперь следующее в этой области вот над этой веточкой о папа вот таким образом вот и внизу есть еще да только он получается вот это листва она находится за веткой вот обратите внимание вот веточка и у нас получается листочки там эту ветку мы видим как и вот эти же веточки мы все видим и вот у нас еще есть ветки мы их тоже видим всем видно да вот и вот внизу вот так вот изображаем и идем наверх вот в этом месте посередине вот на пересечении этой линии нарисуем веточки вот это вот сейчас вот она она у нас вот две параллельные внутри вот такая вот продолговатая вытянутая линия 1 2 и еще вот так вот вот сделали теперь по центру давайте сделаем вот это вот облачко из листьев вот такая вот красота не бойтесь видите видите опы молодцы мы с вами что дальше сделаем вот с этой стороны мы сделаем вот здесь мы обозначим под этим облачком из листьев мы делаем вот такую красивую линию вот такая вот она у нас всякая ломаная вот и между ними тоже сделаем облако 1 и маленький кусочек 2 внутри тоже есть темные пятна вот они раз и вот здесь вот будет еще одно пятно немножко перейдем наверх вот это нарисуем переходим вот так вот и в этой стороне большое вот такое красивое петло вот здесь и пошли вот так вот карандашиком и маленький кусочек тут ну все даже еще можно вот здесь продолжить вот мы с вами сделали так вот этот зигзаг я убираю значит вот эту линию центральную убираю и вот эту линию тоже убираю все сделали вроде бы молодцы все выполнили нет смотрите теперь еще рисунок остался рисунок у нас вот такие вот интересные линии внутри можно вот одна выше другая ниже вот такие вот забавные линии вот как ну вот мы и закончили приступаем к цвету чтобы покрасить мы сейчас не будем делать небо это все по выбору но все знают прекрасно что нежное голубое небо зеленая трава это вам задание вы выполните сами мы сейчас раскрасим крону нашу до листву всю и кору дерева значит с чего мы начнем нам нужно будет и гуаши акварель желтая белая зеленая голубая коричневая в общем все цвета по возможности мы берем зеленый смешиваем желтым и получаем таким образом салатовый цвет этим салатовым цветом мы начинаем закрашивать все вот эти красоты прям красьте не бойтесь вот я вот прям все как-то сверху вот так вот закрашиваю окрасим мы с вами только верхнюю часть посмотрите на две части делится низ темный верх зеленый салатовый вот она и прям не боимся кисточкой красим вот так где-то светлее будет где-то темнее нам самое главное вот такой вот эффект потемнее посветлей вот так вот вот здесь уже пошел немножечко такой разбавленный больше желтый зеленый желтым перемешиваешь все время по-разному получается это и прекрасно вот и как я кисточкой виду да и как бы слегка делаю немножечко волнистые линии такой эффект пушистости за счет этого нам кажется что она там такое все пушистенькое ну и внизу здесь тоже можно вот эти вот места сделать зелененькие выполнили теперь теперь я беру прям темно-зеленый цвет будет ирина михайловна рисовать закрашиваем такой зеленка прям можно еще другой взять цвет сейчас сейчас я возьму его смотрите вот такой цвет еще нужно взять есть цвет такой как зеленка прям а есть более приближенных натурального к зеленому вот такая вот гуашь у меня зелененькая если вам видно будет так вот зелененькая я думаю что сейчас увидели какой цвет вот еще а есть акварелька вот такой зеленый цвет он такой зеленка зеленка когда зеленкой мамы вас мазали в детстве ветрянку вам лечили вот такой цвет прям искусственный я его называю не натуральный он скажем больше вот как вот какой нам нравится таким мы и закрашиваем все мне этот и другой цвет импонирует поэтому мы можем при спокойно а потом вот эти места можно так с водичкой и чистой кисточкой без краски все это размыть вот знаете какая пушистость получается да за счет от этих волн вот то что мы делаем нас как будто облака на дереве зацепились прелесть теперь мы еще раз размываем вот как ой красота я думаю там у вас наверное вообще красоты так здесь внутри более темным все не закрашивайте здесь посмотрите здесь есть промежуток неба обязательно должен быть воздух между ветками чтобы ощущение было пространство а то если вы закрасить и все она будет тяжелое такое казаться поэтому воздушные пространства оставляем так где тут я еще хотела закрасить вот и зеленым и темно зеленым но последовательность такая вниз темный вверх светлый вот сейчас я опять прохожусь таким зелененьким природным травянистым теперь могу пройтись цветом зеленки вот а потом опять с водичкой все это раз моем какой прекрасный эффект между прочим получается камера так передает красиво вот и вот здесь внизу есть такие маленькие зеленые пятнышки мы их тоже можем сделать теперь помыла я кисточку и пошла опять размывать любимое мое занятие размывка чтобы не было полосатости вот здесь тоже надо будет сейчас темненьким сделать сейчас когда она подсохнет мы пройдемся где-то прям более четкие контуры сделаем это обязательно так и темно-темно зеленым прям таким насыщенным нужно вот здесь немножечко пройтись вот внизу здесь под деревьями вот так прелесть какая и еще раз вот тут пройдемся там внутри ну что все теперь пока это все сохнет подсыхается эти какой пушистое красивое дерево получилось теперь берем ой берем теперь коричневый можно еще и охру брать вот такой цвет посмотрите охра да мы можем красить вот эти вот линии внутренние все примитивно просто красим потом берем коричневый темный и закрашиваем все темно-коричневым вот у нас темно-коричневый цвет прям вот здесь внутри потому что там прям темно вот здесь у нас под деревьями под вернее под листьями знаете есть такой вот в коричневый если немножечко добавляете черненького сейчас вот я с черненьким прям чуть-чуть перемешаю и получается прям такой цвет темный очень похожий кори дерево а вот подкрашиваем опять коричневый немножко добавляем коричневого цвета и пошли красить наше дерево вот как прям не бойтесь красить и перемешивайте цвета прям тут же если однотонным сделаете ну совсем не интересно будет поэтому старайтесь разбавлять фантазируйте добавляйте цветности чтобы более живой ствол был а так закрасить коричневым одним цветом ну и все но и интересно все плоское а так вот несколько цветов нас присутствует вот вот такую красоту мы с вами сделали и молодцы где-то такая сухая кисть у меня получается причем очень даже хорошо потом можно вот эти вот прописать наши линии которые мы тут указывали вот вот эти все волны рисовали рисунки вот видите сразу получается уже красота и вниз сюда где-то легло хорошо кисточкой где-то на сухую уже рисует это тоже красиво это эффект такой как будто кора дерево ну вот смотрите как здорово нарисовали все небо голубое птичек обязательно конечно надо сделать вот там что раз мы уже тут разделили вы красите голубое небо и зеленая земля да так что закончите воздушное пространство и землю нарисуйте птичек мы проходили тоже как когда рисовать желаю вам удачи до скорых встреч